итак всем доброго раннего утра вы знаете каждый раз когда я начинаю прямой эфир вообще ролик о джиннах и шайтанах во первых вылетают пробки или в то время или после во вторых темный экран мне приходится несколько раз делать этот ритуал и если помните летом я проводила прямой эфир о джиннах и шайтанах и абсолютно такая погода жаркая погода поднялся ветер жуткий ураган и я еле успела уйти вот под козырек здания в общем там стояла и доснимала полностью это могучие силы и для общей картины пожалуйста откройте мои ролики джинны стражники востока и вообще джинны набирайте джинна ведьмина изба для того чтобы лучше иметь представление о джинах и понять что это за силы откройте доброе утро кстати дорогие друзья мне уже присылают ролики о том что начало предсказания начинает сбываться вот отправили сейчас ролик я не о том что волки начали выходить на дорогу дикие звери я об этом сказала очень много будет жертв диких зверей будьте осторожны детей не пускайте никуда даже если вам кажется что этот лес был безопасен 2020 году природа будет мстить человеку очень беспощадно за все что человек сделал за вырубку лесов за бесконтрольную популяцию то ли истребление то ли наоборот поощрение чтобы стало много и поэтому будьте осторожны это вам не просто так сказано уже во многих местах мне начали отправлять что политики начали умирать что звери правда начали выходить из лесов как какое там никогда не было такого и собственно говоря да я даже не знаю может даже загружу этот ролик подумаю начали выходить и очень быстро будьте осторожны значит так а сейчас прямом эфире там там слова по-моему не цензурные сейчас дайте еще раз я посмотрю для себя секунду послушайте пожалуйста вы мне надоели уже каждый божий день говорить о том как не открывается вам чат если вы в чате моем пишите уважаемая ольга шпакова вы пишите мне в чате как он вам не открывается сколько можно вам говорить я уже устала не я это решаю это youtube решает нажимаете просто подтверждать что вам есть 18 лет и заходите сколько можно вы пишете у меня в чате говорите мне чат не открывается у вас глаза где of хватит носи всему есть предел каждый божий ну посмотрите если что-то не понимаете открыть посмотрите как в ю тубе заходить сколько каждый раз мне вот вы мне ограничили как я могу вас всех отдельно ограничивать и зачем мне это делать если я если я не пишу условия условия просто youtube а не соблюдаю мне прямой эфир не дадут и всем так сейчас нужно написать что твой ролик предназначен для детей ли не для детей если для детей тогда я вообще эфиры не смогу снять если не для детей просто заходите неужели это сложно активили активируйте свои каналы у кого активизированные заходят просто и все нажимайте просто там всего лишь спрашивает вам есть 18 лет окей зашли все но имейте совесть люди не загружайте меня всякой мелочевкой ерундой я бля нет сил нет уже сейчас я покажу вот волки видите сколько их это это же целый этот стая не выходите с машин никогда не выходите даже если вы в машине не выходите по нужде возле леса не выходите вон смотрите да хоть куда пускай терпит я но не вы не выйти две секунды достаточно чтобы они напали представляете вот так вот человек выйдет там невзначай или там вот так получится я не знаю все растерзают это рано утром ходите на работу читайте заговор сулишкан каждый раз и будьте осторожны и и так ну да я на понятное дело но мы-то не издеваемся понимаешь а люди абсолютно невиновные попадаются под раздачу под раздачу пойдемте далее это я к тому что все что было сказано начинает сбываться и имейте ввиду и будьте осторожны 2020 год надо быть очень осторожными далее слушаем и так дорогие друзья о чем мы с вами говорим сегодня у нас тема восточные колдуны я очень много снимала различных тем и направлений магии восточной магии в том числе но в любом случае остается недосказанность каждая тема можно то есть каждую тему можно раскрыть по новой и снова это неисчерпаемые темы о которых нужно говорить и многое может быть вам станет ясно я вам примету обычный пример восточного колдовства чтобы вы поняли насколько это сильная магия у многих женщин были мужчины с кавказа с востока да в частности именно мусульман мусульманского вероисповедания и что случается у этих женщин через некоторое время как они начинают встречаться особенно с женатым восточным мужчиной чаще всего во первых эти люди расстаются расстаются не очень хорошо расстаются удивляясь тому как мужчина изменился он абсолютно стал чужой абсолютно стал какой-то вот жестокий какой-то стеклянный из доброго хорошего парня превратился в какой-то свирепого зверя который видеть тебя не хочет и женщины часто говорят такое ощущение как будто в него кто-то вселился они начинают по всяким бабушкам ходить пытаться его вытащить бесполезно я вам скажу что это такое потом начинается ощущение как будто в тебя кто-то вселился у тебя нет желания жить у тебя постоянные голоса постоянные внушения внутри что тебе лучше умереть жизнь закончена нет желания бороться за себя дальше нет вообще никакого желания ни для чего и ни к чему из-за чего это происходит это происходит потому что над вами работают одни из самых сильных колдунов мироздания это восточные колдуны а восточные колдуны непосредственно работают чинами шайтанами и прочими силами которые способны вас довести до безумия до сумасшествия привести вас в состоянии аффекта в состоянии неадекватности и многого чего еще дорогие друзья я вам сейчас объясню во первых начнем с того кто такие джинны многие очень неграмотно полагают что ислам и христианство это одна и та же религия просто там как бы те же вот опять начинает вот это вот шуршание во первых хочу сказать вам что вообще на востоке не принято называть слово джин они боятся слушая говорить слово джин считается что стоит произносить их слово их имя и они сразу приходят во вторых хочу вам сказать что джинны ненавидят и мстят мусульманам вот джинны опаснее всего да и блин идите вы уже говорю тут скрипит все на нервы действует мать их за ногу неприятно если честно даже если ты знаешь это все все равно неприятно знаешь ли джинны опаснее всего для мусульман они для христиан тоже опасность представляют но более всего они ненавидят мусульман и охотятся за ними объясню почему джинны изначальной боги стражники востока когда люди приняли ислам они как бы отвернулись от них посчитали что они не имеют такую силу и перестали им приносить откуп перестали им поклоняться перестали благодарить и джинны ненавидят мусульман и мстят им за это то есть вот если у кого-нибудь есть друг или ну родственник мусульманин то наверняка он вам рассказывал что хотя бы раз в своей жизни он сталкивался с джинами нападением джинов более всего мусульмане именно этих сил и боятся коран он как таковой да почти что 60 процентов состоит из того как сопротивляться джинам что с ними делать как от них уйти как как их нападение отражать и прочее хочу вам сказать что в отличие от христианства ислам не презирает эти силы христианство как говорит ой нечистая сила они абсолютно не умеет не имеют никакой силы ерунда это все не бойтесь и так далее но коран относится с уважением к ним если прочитать те суры те главы которые относятся к джинам объяснению тому что такое джинны и прочее то вы прекрасно поймете настолько уважительно и со страхом отзывается эта книга про эти силы то есть она не отрицает их силу она признает их силу но просто говорит о том как надо вести себя так чтобы не провоцировать джиннов нападать на вас во первых пророк мухаммед говорил следующее что в доме должна гореть хотя бы одна свеча в наше время да говорится современной если интерпретации что в доме должен гореть где-нибудь свет джинны боятся светлых комнат они не приходят туда где хотя бы одна свеча горит это первый следующий момент нельзя есть в трапезничать и так далее там где ты спишь то есть в твоей спальне или в твоем постели или где-то там лежишь спишь не должно быть даже намека на еду считается что джинны питаются крохами еды то есть едой молекулами еды ароматом еды и там где есть еда это их привлекает поэтому вы можете есть что-нибудь положить рядом со своей постелью лечь спать а джинны придут доедать эту еду и если вдруг вы перевернетесь во сне и заденете джинна он на вас нападет вот запомните это в отличие от христианства например ну от библии да коран очень тщательно очень так кропотливо относится вообще ко всему очень четко там приписано просто до мелочей что одевать значит правила гигиены правила лечения болезни так далее дорогие друзья что библия что коран является на самом деле исторические источники они ность несут в себе во-первых знание о том как жили древние люди что одевали нравы того времени да вообще нравы полностью народов того времени во вторых они в себе содержат очень много кодексов законов которые в то время были приняты и руководствовались люди как моральных законов так и законов мироздания и так далее третий момент они как исторические источники говорят о городах о народах которые заселяли эти народы даже о том что ели эти народы чем питались какие у них были там продукты питания какие культуры они выращивали и прочее то есть понимаете они исторические источники очень много интересного нужного в них можно исчерпать но если вам кажется что христианство ислам это практически одни и те же одна и те же тоже вера потому что и там и там есть те же святые общие прочее очень сильно ошибаетесь все таки хочу вам объяснить что христианство польша нацелено на иудаизм то есть изначально да на ветхий завет и на греческий завет то есть это новый завет к тому же на греческую философию очень много перемешано из греческой философии тот же от понятия бога аида и прочее ислам это пересказ некоторых рассказов библейских там еврейских рассказов да как бы да те же самые святые люди или пророки которые есть и в коране то есть упоминаются но очень много взято больше восточной философии восточной истории до исламских законов до исламских примет даже джинны джинны которые абсолютно никакой никакое отношение можно конечно мои лекции показывать в университетах я но к сожалению в наших университетах и на наших каналах центральных в основном приветствуется блядство но никак не разум никак не ум никак не лекции так что мечтать о том что да и не хочу мечтать об этом не плевать кому надо тут увидеть и так многие люди не очень далекие до говорят о том что ну по сути джинны и как бы бесы это одно и то же то есть когда спрашиваешь они говорят ну да буду стараться значит когда спрашиваешь там а вот что такое джинны самый такой удобный ответ какой ну джинны это вот те же самые бесы которые в христианстве очень большое глупое заблуждение бесы дорогие друзья бесы это не изменные демоны то есть те которые подчиняются в чьи функции в основном ходят это скачивание с вас энергии запугивание вас это явление вам это не запутать вашу жизнь это порчи которые колдуны отправляют через них и так далее это неизменные духи которые не поднялись наверх потому что качество их духовного развития еще пока не настолько современно то есть страдает да то есть это вот есть среди людей например профессора а есть уборщицы ну я не хочу оскорблять уборщицы это не в том смысле я имею ввиду что каждый свою свой уровень достиг в этой жизни вот собственно говоря бесы и демоны то же самое демоны это верхние там силы демоны даймоны в переводе с греческого означает божество боги маленькие боги башки а бесы это то есть те маленькие боги которые в основном внизу низменные боги это бесы когда приняли христианство все что относилось к язычеству все что относилось до христианской философии религии все было отнесено к черным силам к плохим силам к нечисти к бесам и так далее то есть бесы на самом деле это низменные духи которые выполняют самые низменные поручения то есть они в основном липнут к человеку их функции это запугать это ну вот питаться вашим отрицательной энергии до вас довести и скачивать вот эту отрицательную энергетику этим себя усиливать вот они бесы а джин это совершенно иное коран говорит так о джинах что изначально до создания человека были созданы другие существа создания и они жили в тех местах где живет человек и это раса существ у которых не было тела дорогие друзья но у которых которые были созданы из огня значит коран разделяет там сказано следующий человек создан из глины от джины из огня а теперь давайте вспомним из чего была создана первая женщина согласно еврейской легенде вообще древней да а потом арамейской легенде из чего была создана лилит женщина создана из огня так вот многие источники говорят что это дети рожденные от лилит джины есть несколько версий сейчас не будем на одном зацикливается просто скажем вам джины это огненные духи они созданы из огня это раса ну человекоподобных существ то есть это не бесы которые вам говорят это бесы те же самые бесы только в исламе нет это не те же самые бесы это раса сущности совершенно отдельные джины женятся между собой джины принадлежат разным религиям когда мухаммед пришел на землю некоторые приняли ислам и подружились с ним многие сопротивлялись ему дорогие друзья джины имеют свой язык джины стареет джины умирают и точно также превращается в сферы превращается в духов которые после живут еще джины есть джины которые бессмертные есть джины смертные джины подразделяются на несколько видов смотрите и фриты гули или гури гури или гули это женщины джины и фриты это джины среднего звена мюриды и малики или мариды это могущественные джины которые на самом деле войны то есть как войны они выступают как войны у них нет семьи у них нет продолжения они рождаются из сфер и уходят в сферы это мариды или мюриды или малики но по-разному называется в разных наречиях арабского языка далее шайтаны это те которые вот точно такие же низменные джины которые мы вот в бесы наверное вот в исламе бесы есть шайтаны но не джины вот они соответствуют друг другу вот этой энергии дальше значит и флины которые есть самые верховные джины и значит сейчас не сбыться мне с а то я когда переписываю я могу иблис иблиса сравнивают сатаной мол вот сатана есть в исламе иблис дорогие друзья откройте древо дьявола да дьявол родовое древо который я сняла для того чтобы объяснить вам что такое дьявол иблис и дьявол это не одно и то же иблис и сатана это не одно и то же иблисит совершенно другая сила в конце концов научитесь понимать что в природе в мироздании огромное количество отдельных друг от друга сил и не надо все время знаете друг с другом прилеплять или ставить на один уровень вот сатана у нас вот так у них там иблис или вот джины это те же самые бесы только в исламе нет это совершенно разные силы есть восточные стражники есть азиатские духи помните демоны гаити есть духи африканские каждый континент имеет свою силу своих духов он вырастил он родил и как бы размножил эти силы из своих сфер и своих недр понимаете каждая земля имеет свою энергию точно так же как и каждый народ имеет своих сущностей свою мифологии своих богов и прочее прочее то есть не сравнивать не пытайтесь равнять под одно чтобы понять что это такое говоря о том что вот джинны и и бесы это вот одно и то же то есть просто в исламе они джинны а у нас бесы нет 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 еще раз нет это совершенно разные силы джины раса созданные до человека но что случилось джиннами почему они обиделись на верховного бога которого называют аллахом на самом деле совершенно другой изначальный ислам совсем отличается от ислама сегодняшнего во первых скажем так изначально пророк мухаммед говорил что у аллаха есть жена и зовут ее аллат потом под натиском под давлением он поменял эту версию сказал что аллат есть сестра аллаха то есть боги были бог был не один его было много целосемейства потом его ученики немного переделали его учение говоря о том что люди неправильно понимали это все что на самом деле есть один единственный бог почему это было сделано дорогие друзья легче всего народ объединять под руководством одного бога и мухаммед был не один не единственный первый человек который это сделал в армянской истории был такой царь каран не если кто-нибудь хочет посмотреть и прочитать про него откройте но наберите вот электронную версию книги царица армянская серо хан задян прям так и называется царица армянская книга и вы там очень многое поймете звали ее мари луис когда она стала царствовать вместе со своим супругом они решили что народ нужно объединять под одного бога было множество богов из-за этого множество богов они между собой воевали не было единства у народа и они поняли чтобы объединить народ должен быть один бог то есть тот которому все должны подчиниться а другие боги должны быть дети этого одного единственного старшего высшего бога и они объединили таким образом армянский народ под руководством они соединили нескольких богов воедино например великая богиня эпид и другая богиня анаид были соединены воедино и получилось божество эпид анаид значит аромаст аромаст аромастов или армазов было несколько разновидности почему потому что есть сейва аромаст это означает черный аромаст аромаст и есть всемогущий аромаст согласно изначально первоначальному источнику было три аромаста один был черный другой был злой а третий был светлый вот эти три аромаста соединились в одном боге аромасте или боге ариев армази а может быть это больше говорит о том что в одном божестве соединены три начала то есть он может быть черный то есть таинственный дающий избранным свое знание второе что означает злой несущий зло бог может быть и злым и мстительным да и белые светлые то есть тот который созидает создает дает помощь помогает любит теперь скажите я положу руку на сердце разве вы не считаете что эти три начала соединены в человеке в том числе поэтому и говорят что по образу подобию бога мы сотворены в человеке тоже соединены мы кому-то можем быть добрый кому-то можем передать то что другим бы не сказали никогда да то есть дружить свою любовь передать то же самое интим и тело отдать это это темная сторона наша и злая сторона мы можем отомстить мы можем сделать подлость мы можем сделать очень много зла человеку который нам причинил боль то есть в человеке три аромаста соединены до черный злой и светлый и смотря что ты затронешь ту сущность человека тебе выйдет навстречу собственно говоря будешь добр к человеку он светлую свою сущность тебе покажет будешь злой к человеку он свою злую сущность покажет и подлую сущность которая может разрушить тебя вот о чем сказано там так вот мы немного ушли от темы теперь послушайте внимательно вот джинны решили что мусульмане некогда поклонившись им а мусульмане поклонялись джинам до сих пор есть традиции обычаи связаны с джинами например бедуины которые ночью остаются на ночлег они выносят еду они выносят верблюжье молоко куски мяса и так далее оставляют на такой возвышенности и такие возвышенности есть в пустыне у пустыни тоже доброе утро у пустыни тоже есть душа дорогие друзья у пустыни есть душа и многие люди которые оказывались пустыне очень страшном положении говорили что духи пустыни им помогли выйти они даже некоторые из них даже видели эти без безликие духи вдалеке пустыня очень активное воодушевленное место поэтому жители пустыни они им приходилось надеяться на силу этих духов и они более чем мы с вами верят в это и поклоняются они приносят главному джину хранителю этого места вот хранитель этого места или мать этого места есть у грузием понятие от глистеда называется вот когда они приходят в одно место остаются они выносили в языческой грузии выносили какие-либо значит подношения оставляли этой местности матери этого места от глистеда это о чем говорит это говорит о том что он у всех народов одно единое прошлое поэтому как видите во многих точках вселенной когда народы даже не имели возможность видеться между собой тысячелетиями они одно и то же делали одни и те же либо это передано нам от богов да и от наших предков либо как-то по-другому но в любом случае мы очень много одинакового делаем так вот до сих пор бедуины поклоняются джинам но они совместили это с исламом так вот они приносят отдают главному джину жертву для того чтобы ночью охранять свой караван от разбойников от тайфуна от нападение зверей и прочее прочее что происходит когда приходит ислам на землю когда приходит мухаммед он говорит джинам что отныне они должны вместе с людьми поклоняться единому богу но джины не соглашаются на это они начинают отправлять посланников к нему чтобы склонить его в свою сторону то есть из испытания ему устраивают различные видение нападение о котором он потом пишет то есть не пишет а рассказывать своим ученикам написали то коран его ученики и джины ему говорят что если ты отвернешь от нас этот народ и приведешь к другой вере мы будем мстить из поколения поколение этому народу и так и происходит то есть джинны для христиан вот когда мы говорим с вами мол вот значит какая разница джинны или бесы это одно и то же вот я сейчас пытаюсь вам объяснить и показать джинны не опасны христианам вот если бы джинны были те же самые бесы дорогие друзья да они бы нападали и на христиан тоже не потому что христиан лучшее или чем-то там отличается нет потому что джинны это восточные духи джинны обижены на тех кто принял ислам то есть они своей целью своим мишенью считает любого мусульманина который отрекся от религии предков от поклонения духом востока и принял другую религию и они им мастят понимаете когда джинны опасны для христиан только тогда когда их направляет колдун если колдун и их направляет на человека вот тогда джинны опасны для любого человека кто бы он ни был хочу вам сказать что мухаммед лечил людей и у него очень много есть различных в частности тмин восточный тмин есть восточная медицина подождите до этого доберемся есть восточная медицина которая очень ценится на востоке ну в частности кровопускание например в частности лечение тмина маслом тмина в частности лечение определенными молитвами аятами сурами и так далее так вот хочу вам сказать дорогие друзья что вот это поселение джиннов да в людей она на самом деле намного правда более правда чем вот эти одержимые дьяволом и так далее и так далее основное количество людей одержимые якобы дьяволом духами не знаю чем еще которые в церкви падают в обморок это реклама батюшки и батюшки это прекрасно понимает и эти люди которые падают и брыкаются ногами тоже это прекрасно понимают что это в основном реклама могуществу вот этого священника почему потому что как правило кто у нас изображает этого юродивого да одержимого кто как правило изображают одержимого люди склонные пить выпивать они отрабатывают свой хлеб который дает им храм вот они пришли туда сделали вид как будто они там такие бедные несчастные я видела но этих фокусниц ой ой дьявол говорит вот мажитесь мажитесь краситесь я вот таких люблю которые мажутся ерунда полнейшая вообще чушь собачья дьявол абсолютно все равно красишься ты мазишься ты у него другие предназначения в этом мире но вот они как правило люди алкоголические люди абсолютно знаете очень внушаемые необразованные вот такие сельские бабы которые запуганные злошуганные знаете с детства росли в этом всем в этой обстановке вот страха ужаса и тирании и вот они приходят и вот я вот падает в обморок ой 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 сатана ой дьявол во мне ой помогите чушь собачий это больше театр я их называю зайчи театры а вот джины они вселяются в людей не алкашей и таких вот непонятных существ как правило это люди сильные очень сильные я вам расскажу один случай из своей жизни когда я я сидела в кафе пришла девушка ну видно было что она чеченка я просто отличаю нации она сказала нормальным человеческим голосом принесите пожалуйста кофе ей принесли кофе поставили и через пару секунд значит я слышу мужской голос такой пиво дай я даже удивилась так повернулась на нее смотрю такими глазами удивленными это от нее что ли пошло вот этот голос и официант так оторопел не понял но принес пиво принес поставил ей она такая говорит молодой человек вы что что это такое я у вас кофе попросила да нет девушка вы пиво сказали принести и тут это молодая хрупкая девушка в платке одним махом просто одной рукой переворачивает стол дубовый стол который там стоит ну дубовые столы стояли такой необычный ресторан просто перевернула этот дубовый стол и как начала рычать кричать вот шестеро мужиков еле ее держали огромным трудом подбежал ее брат подбежали там родственники в общем ее увезли наверное увезли куда-то отчитывать я так понимаю это не первый был мой опыт с женами но я это видела это была очень страшная картина и второй момент когда я отчитывала человека будучи еще молодой неопытный этот мальчик был татарин ему было где-то 11 лет это такой был жуткий крик абсолютно на разных языках разговор вообще ну беглый разговор это не бред там разговор на разных языках может быть и фарси и арабские все в перемешку он говорил о чем-то и он мне угрожал глаза были красные мужчины также трое мужиков держали этого ребенка он вырывался кусал вот до крови искусал все руки значит в конце ему начали закрывать рот зажимать потому что он начал кусать язык он кидался меня кусать я была уверена у меня просто был дрожь я еще была не очень опытный человек уберите эту Наталью отсюда нахер значит он кидался меня укусить я это понимаю я понимала что если он до меня доберется от меня просто вот ну мясо будут отрывать кусками это сто процентов потому что он с такой злобой ненавистью рычал глядя на меня но я его отчитала я отчитала не кораном я отчитала по другому этот мальчик сейчас женат не хочу об этом говорить я о чем хочу вам сказать что когда я вижу вот эти театры да вот это вот ой-ой-ой демоны ой бесы-бесы помогите спасите я понимаю что это хрень собачья потому что настоящее подселение это ужасающе жуткая вещь дорогие друзья сотрясаются камни вокруг вас энергетический такой вакуум создается вы трясетесь вот вокруг такое ощущение как будто вас всех вместе сунули в какой-то аквариум вот весь все ходит ходуном все вот такое вот жидкая энергия жижа понимаете и вы чувствуете вот этот натиск хотя человек до вас не добрался но эти вот волны энергии которые по тебе бьют ты это ощущаешь потому что джин это маленькое божество это очень сильное божество и с ним нельзя шутить с ним считаться нужно вот эти все ритуалы джинами не трогать простому человеку даже под я не знаю под страхом смерти нельзя дальше послушайте меня так вот и они своей целью считает мусульман но есть другое да нельзя они просто знают только в египте или где угодно они знают для кого это поставлено вам говорить это не будут и не нужно так шайтаны 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 это неизменные джины то есть по функциям они подходят к бесам христианскому описанию по функциям некоторым подходит но опять же они вышли из среды джинов а это их дети но низменные вот то есть вот как среди людей есть преступники те которые изгои общества да там извиняюсь что говорю там педофилы убийцы и насильники и так далее они как изгои общества изгои общества джинов это шайтаны это те которые предназначены только для того чтобы запугивать высасывать энергию и так далее и так далее теперь опасны ли джины для любого человека да они нацелены на мусульман если вы их не трогаете они вас не тронут если вы не мусульмане потому что их цель именно мусульмане отомстить им за то что те забыли древнюю религию приняли ислам следующий момент нападение как понять и как понять что напали на человек он во сне начинает жутко кричать и говорить у кого муж мусульманин вы не раз видели и слышали как они орут во сне пытается что-то сказать что это такое это нападение джина самое главное что нужно делать зажечь свечу никакие молитвы вам не помогут и коран даже не показывайте это больше их свирепеют они еще еще злее становятся вы не думайте что каждому дана власть их изгонять откройте окно срочно и выливайте на лицо человека воду вода приводит в порядок вода такая стихия очищающая она сразу же вот утрезвлять как бы отрезает его связь понимаете но не обязательно прям вылить в лицо а просто ну хотя бы вот руками там холодными руками мокрыми протирать лицо человека чтобы она отсекала его от вас учтите если он один раз напал он в этом доме поселился с ним нельзя вступать в какой-то там контакт разговаривать попросите его уйти несколько дней оставьте ему молоко еду мясо с кровью утром это мясо с кровью превратится в некоторое такое ощущение знаете как бы сказать как мумию как будто обесточили мясо съели все если это не поможет приглашайте знающего человека который с ними найдет общий язык дальше считается считается только у неграмотных людей что джинны мусульмане если джинны были мусульмане они бы не кидались на мусульман и не душили бы их вы пожалуйста не надо не вставлять свои пять копеек о том о чем представление не имеете просто слушайте молча хорошо теперь я принесу зарядку поставлю и уже начнем говорить с вами о заклинательных джинов о заключении договора джиннами и колдунами и кому они опасны и до чего могут довести вот скажем так и игры джиннами теперь потерпите я принесу зарядку потому что у меня сейчас сядет а тема еще не закончена одну секунду и так все и и и и и и и и так секунду сейчас перезагружу секунду вот отлично сейчас секунду секунду одну извиняюсь сейчас исправлю так теперь о покорителях джинов о колдунах считает что самые сильные это магрибские колдуны что изначально родина колдовства востока это магриб но я вам скажу дорогие друзья нет не магриб а вавилон во многих многих восточных произведениях в частности если кто-нибудь когда-нибудь читал вис и рамин или вис ромиани вис и рамин самая вольная восточная поэма которая была запрещена считалось что если бы если молодая женщина прочитает эту поэму то от нее верности не жди говорили значит древние философы но все-таки этот роман вис и рамин дошел до наших дней там особенно мне нравится когда вис пропала и мать оплакивает ее и говорит о где ты вис престол венец турана о где ты вис мечта сердец ура футы и рана читайте этот роман этот роман настолько привлек грузинского царя Ираклия в семнадцатом веке дорогие друзья что он написал свою версию точнее перевел по-своему из персидского языка это книга переведенная царем Ираклием вы можете представить это царственный переводчик и в Грузии вис и рамин совершенно по-другому называется вис рамьяни вот о чем там там очень бесценные знания хочу вам сказать вис рамьяни там о восточных колдунах очень много написано в частности то как вис могла одурачить своего старого мужа мубада начитывая что-то на воду и наливая там ему подливая в вино и после того как он выпивал значит нянь нянька которая старуха могла показаться ему похожей на вис и это давало ей возможность побежать к своему любимому рамину и уединяться с ним в то время как мубаду казалось что рядом с ним лежит значит вис и вот он такую фразу говорит ей ах ты колдунья бесица вавилонских дивов ученица и так далее так вот дорогие друзья изначально родина восточного колдовства это вавилон и вот вавилон со всем этим своим опытом общения древними божествами мордукам там белоном кто у нас еще есть молохом давайте-ка и нанны и астарты и прочее прочее вот это вся вся эта колдовская школа с огромным знанием переходит на восток потому что во-первых персидские правители покорили вавилон во-вторых персия принимает ислам а значит весь этот арсенал знаний все это переходит в ислам для того чтобы не быть казненными для того чтобы не быть преследуемыми там значит богословами что дел на что идут восточные колдуны они идут на хитрость они называют это учение о джинах вот книга аль-хазур или книга джинов всецело основана именно на восточном колдовстве учение о джинах они говорят так мы не колдуем мы просто хотим понять природу джинов чтобы от них ограждаться и понимать как надо от них защищаться и прочее а на самом деле вот это одержимое желание понять природу джинов говорит только об одном они хотели их покорить понять в чем их слабости и подчинить себе я как-то смотрела одного исламского богослова который рассказывал про приворот и прочее дорогие друзья когда я его послушала я сказала этот человек занимается магией вот хоть убейте меня он занимается магией потому что человек который с таким уважением с таким знанием знаете дело рассказывать об этом он не может этим не заниматься вы же понимаете что если вы что-то презираете если бы он презирал колдунов если бы он считал что это какой-то там нечисть никто не учи и так далее он бы с таким знанием дела не обсуждал о них мы обсуждаем то что нам нравится согласитесь мы говорим о той теме да и исследуем и копаемся в той теме которая нам нравится точно так же как говорили что Хюрен например очень многие часы проводила в старых библиотеках она искала какое-то непонятное знание одержимое искание чего-то такого сакрального а вы не думаете что она искала какие-то древние знания которые помогли покорить сердце султана и вообще подчинить его все целое ее желание ведь он ради нее и своего первого сына убил понимаете он на все шел это она правила султанатом он ей и говорит так ты в султанате повелитель он говорит так о своей жене как такое может быть когда первый султан в истории османской империи женился на своей наложнице все были в шоке такого быть не могло просто до этого султаны никогда не женились официально у них были наложницы и все на этом но как так получилось скажите мне пожалуйста потому что она искала одержимое искание чего-то такого тайных знаний так вот этот молодой человек он молодой в принципе 40 лет с чем-то ему там он настолько хорошо разбирался в колдовстве что я по неволе просто поняла что он этим занимается он это знает он объясняет очень правильно дорогие друзья он сказал это все существует относитесь к этому очень серьезно потому что это работа которая творится с помощью джинов джинов и как происходит работа с помощью джинов джинам что-то обещают а те за это обещание делают то что ты хочешь это так и есть мы что-то просим усил потом относим оставляем откуп это наше уважение к ним возможно ли натравить джина на человека возможно если джина натравил сильный колдун это называется куфар или джадо но джадо имеет два момента например в тюркских языках джадо или джадо джадо кар означает колдунья это слово кстати пришло и в грузинскую магию джадо кари просто колдунья колдун но с другой стороны джадо означает порча я хочу вам сказать что когда в 90-е годы был конфликт в грузии азербайджанцы начали уходить некоторых там притесняли они уходили потом некоторых действительно выгоняли некоторые сами покинули ушли одно время турки-месхитинцы начали уходить я вам расскажу один случай дом азербайджанцев огромный такой дом отдали значит многодетной семье у них четверо детей и этот дом отдали им поскольку у нас ну знакомые они были она была из нашего села вышла за грузина в общем вот он работал в хорошем месте вот им дали этот огромный дом с бассейном со всем остальным дорогие друзья за полтора года у их от их детей остался один ребенок во-первых двое детей утонули в бассейне хотя бассейн был не глубокий они специально налили воду мало чтобы по колено им было чтобы мало ли они боялись эти дети утонули в бассейне врачи значит сказали что один из них ему стало плохо второй брат кинулся спасать и ударился головой об этого мрамор и все и они утонули этих детей похоронили через месяц после их смерти повесился другой брат случайно повесился игрался со своим младшим братом кидал на шею платок значит и привязывал к двери ну в общем ерундой какой-то занимался игру какую-то придумал и случайно не смог выпутаться и повесился третий мальчик повесился когда да 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 значит люди поняли что это не может быть случайности трое детей за за год с чем-то ну полтора года они как там жили у них остался этот маленький маленький мальчик он ночью разговаривал кричал просыпался и мать попросила одну женщину прийти посмотреть что там случилось и эта женщина начала ходить вокруг дома и вытащила из-под дома с кирпича арабскими буквами написанные слова которые переводились таким образом что ну чтобы не было счастья в этом доме тому кто этот дом этим домом завладеет чтобы друг за другом все потомство их умерло и не пройдет и трех лет и никого здесь не останется и так далее ну знаете дорогие друзья давайте будем справедливы да мы говорим вот как так можно как это вот но с другой стороны давайте войдем в положение этих азербайджанцев тоже на самом деле это люди которые построили огромный дом для своей семьи там сделали бассейн а они вообще работящий народ я хочу вам сказать в Грузии вообще сельское хозяйство в основном ведут азербайджанцы у них там огромные поля все они очень много работают эти люди у них огромные дома каменные и тут под натиском такой гражданской войны да под натиском какого-то там конфликта воспользовались этим люди не очень добросовестные тут же этих людей значит притеснили до того что они убежали оставили дом конечно им больно вам легко свой дом оставить уйти скажите вот честно вот теперь поднимите руки кто из вас готов свой дом просто оставить уйти и хотя бы не пожелать чтобы те которые отняли за это расплатились разве не так вот они и оставили это то есть они сказали что мы уйдем но если вы нас притесняете как правило дорогие друзья это делают соседи к сожалению соседи во всех местах и точно так же как и в Баку там например да уходили армяне это делали их соседи соседи которые вместе ели пили а потом приходили заходили домой и нагло забирали там у них снимали кольца с рук просто забирали в мешки их имущество там вазы какие-то понравились еще что это делают соседи как правило и соседи с которыми ты живешь вот жажда наживы у людей настолько бывает велика что они забывают все святое на земле все святое в Грузии 90-е годы это называлось сейчас скажу как называлось сахлигавтехот в переводе означает дом сломаем взломаем дом я помню одну женщину которая говорила своей значит этой сестре ну давайте ну мне тоже сломаем ну давайте мне тоже какой-нибудь дом взломайте нормально взломайте дом то есть это что означает это это означает давайте кого-нибудь выгоним и дом заберем мне тоже я тоже хочу дом хороший люди во время такой знаете такого момента ну 90 вообще никому вспоминать не хочется это такой какой-то какие-то годы сумасшествия всех народов и времен люди этим занимались но вот в это время вот такие вот страшные вещи происходили то есть те которые оставляли дома уходили они вот так и мастили теперь вы верите что джины могут прийти просто уничтожить всю жизнь человека всю его жизнь забирая друг за другом и детей и имущество и все что есть и это наглядный пример который случился когда после похорон этих детей прошел месяц где-то и когда сказали опять что мол ой там опять опять у них там сын умер ой 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 я хоть я была маленький ребенок но я задала вопрос я говорю как это вообще вот как умер еще один сын умер ой 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 это не про это какое-то проклятие так не может это не нормально так не бывает и действительно это какое-то проклятие по-другому никак не реально просто чтобы вот так друг за другом дети все ушли другой семье в которой точно так же отобранном доме жили они дорогие друзья очень дружная семья как только они значит селились в этот дом через некоторое время отец начал избивать мать пить вел себя омерзительно говорят что они там до развода доходило в общем целая история и в какой-то момент узнаем что двое братьев которые были дома оставлены один брат убил другого причем убил этого мальчика маленького мальчика ему под 20 лет этому мальчику 10 что ли очень страшно убил убивал добивал часами в подвале когда значит его соседи вызвали он вышел весь в крови и сказал мол курицу режу и говорит через некоторое время мол извините мне сейчас некогда быстро зашел в подвал и наверное там продолжал когда родители пришли увидели у матери был приступ ей было плохо ее забрали в больницу значит он был в бегах потом нашли и он не мог понять как это произошло он говорит я передо мной перед глазами не мой брат а какое-то страшное чудовище встало и я просто испугался начал его убивать а когда я его убил я увидел что я убил своего брата и он значит от страха убежал вполне абсолютно адекватный нормальный мальчик нормальная семья то есть у него не было ни наркотической зависимости ни какой-то зависти к брату ничего он просто ему перед глазами это показалось он это сделал и все собственно говоря и жизнь можно сказать ольга мне не жаль тех людей которые получали это жилье я вам объясню почему потому что эти люди прекрасно знали какое жилье им дают эти люди прекрасно знали что это жилье отобраны от других людей вы меня можете мне не поверить но если мне предложат вот скажут хочешь вот хороший дом там с бассейном со всем остальным вот мы вот у азербайджанцев отобрали иди вот живи я туда не пойду потому что дом который отобран у других людей причем у людей которые это строили да своим трудом много лет для своей семьи пойти и спокойной совестью там жить это дом проклят никто нормальный человек человек который действительно адекватный он этого не сделает он не пойдет туда туда идут люди которые одержимы жаждой внезапной наживы ой как нам повезло их выгнали теперь мы можем пойти спокойно жить там ничего себе вот ни с того ни с сего хороший дом с бассейном ни хрена себе ой как хорошо что их выгнали нам дали дом ура понимаете поэтому мне надо их жалеть я их не жалею после смерти этих детей они должны были уйти из этого дома они продолжали там жить вы поймите за все надо платить человек прекрасно знает мы что не знаем мы да мы что не знаем испокон веков нас не воспитывали так что чужое это впрок не падет что это проклято что это нехорошо я но она ничего плохого не сказала она просто сказала интерпретацию слова восточного что выйдет боком правильно да так и есть то есть если человек добровольно идет наживаться на чужом горе это человек знает на что идет и на что подписывается детей жалко родителей нет теперь дервиши магия дервиши дервиши это каста определенная духовно развитых людей как считалось на востоке как юродивые понимаете как люди у которых у дервиша не должно было быть ничего они шли проповедовали они танцевали определенные танцы которые на самом деле были такие до исламского происхождения точно так же как зигхар которые говорят зигхар вот это зигхар знаете что такое это призыв духов предков слушайте как вы надоели мне реально со своими украденными у россиян деньгами вы мне так надоели уже дайте мне свою тему закончить а фу уф да ирина так и было раскулаченные люди которых отбирали дома потом те которые селялись туда ничего хорошего не было у них но я сейчас говорю именно о восточной магии о целенаправленном направлении зигхар не напоминание Аллаха не пишите пожалуйста то о чем вы представления не имеете о чем ваш мозг вообще даже близко не знает зигхар это призыв предков зигхар это языческий танец который идет по кругу люди вот такими криками этими беготней по кругу они доводят себя до состояния измененного сознания до такого экстаза понимаете что такое состояние измененного сознания когда человек одним и тем же монотонным действием действием вот этим он некоторые как вам сказать просоединяется к миру духов медитация но это более сильные формы агрессивные формы медитации так сидеть и соединять со своим верхним я а зигхар это состояние измененного сознания при котором приходят духи предков то есть отдавать эту энергию понимаете на эту энергию призывать их вы думаете для чего создана музыка особенно барабанная вот эта вот дробь да особенно вот этот призыв перед войной почему танцевали люди все древние танцы воинов тоже тот же самый танец армянский например ярхушта это призыв во первых это подчинение и поклонение богу войны вот 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 дервиши есть суфи кружатся кружатся танцуют с криками определенными для того чтобы войти в некий транс некое такое вот состояние измененного сознания и соединиться с духами точно так же и шаманы точно так же и колдуны вуду это все танцы это ритуальный призыв ритуальное соединение с духами отдавание энергии и на эту энергию как бы сказать заманить эту силу на свою энергию так вот дервиши или суфи они в основном зарабатывали на свои храмы на свои общины приносили туда у них не было ничего нельзя было не было принято чтобы они что-то имели но у дервишев из-за считалось из-за их аскетичной жизни есть власть над джинами и если у человека что-то случалось приглашали дервиша для того чтобы он значит входил в некий контакт с джинами да это транс да 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 может быть и этому учил может быть так вот дервиш приходит вот своим танцем своим вот этим состоянием транса и так далее он призывает эту силу и спрашивает что ему надо договариваться с ним чтобы тот от него отстал да от этого от этой семьи и так далее дервиша там подарками и дарами провожают и после этого в семье начинается нормальное состояние если дервиш снял шляпу свою вот эту вот значит тюрбан и кинул под ноги кому-то и отошел даже если это падишах даже если это шах страны и так далее он не имел права ничего говорить это было негодование Аллаха так говорили они то есть это предупреждение ему что он неправильно правит что его правление ожидает очень большие потрясения и очень большие значит бедствия убивать дервиша это был величайший грех и на это никто не шел дальше заключение договора с джиннами и замужество за джиннами дорогие друзья на востоке колдуни или ведьмы выходили замуж за джинов это называлось брак с джиннами или замужество с джиннами заключение договора с джиннами причем у этой колдуни могло быть несколько мужей в мире джинов почему это делалось потому что то она все время должна просить помощи да может быть этот момент она все время должна просить помощи из мира джиннов она все время должна с ними контактировать ей нужна защита ей нужен супруг в духовном мире который ее защитит и от людей и от джинов и от нападения и от всего внезапного что случается да что может случиться в ее ремесле поэтому колдуни ведьмы заключали договора джиннами они за них выходили замуж точно так же и мужчины могли заключить договор джиннами на востоке есть другое еще понятие например влюбленные джинны если вы не можете выйти замуж много лет или ваши браки разрушаются не получаются значит и если вы вас не видите мужчину который все время к вам приходит это да 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 это говорит только о том что вы невесты джинов дорогие друзья женщины и наоборот в мужчину может влюбиться гуль или гуря и не дать ему создать семью если женщина не может выйти замуж или ее все браки распадаются на востоке говорят что в нее влюбился джинн и он не отдает ее никому и приходится идти к человеку знающему который отсечет этого джина отсечет есть это есть и в другой сфере магии потому что например в женщин не христианок тоже может влюбиться дух сила инкуб например и не дать ей выйти замуж так что если в вашей жизни есть некий такой тайный любовник о котором вы не говорите не признаете чтобы вас не приняли за сумасшедшую или еще хуже там фанатики не закидали вас камнями и вы молчите об этом но вы знаете что всю жизнь к вам приходит некая сила во сне и поэтому ваши браки не получаются знайте что в вас влюбился джинн и это очень опасно он никогда не даст вам создать семью никогда единство что может вам позволить может быть родить ребенка больше ничего и пока знающий человек этого джина от вас не отсечет вашей семейной жизни не быть это у меня пусик лежит карапит дальше традиция смерти дорогие друзья вообще ангелом смерти или духом смерти который забирает души в исламе считается джабраил но я хочу вам сказать что джабраил это совершенно не религиозная фигура джабраил или абаддон он был ангелом или духом смерти да во время зигхара ощущение как будто какие-то инородные силы там присутствуют и становится страшно потому что ощущение как люди фанатеют у них глаза сверкают они становятся какие-то сами не свои какие-то становятся такие полумертвые знаете как стеклянные такие взгляды становятся и ты по неволе начинаешь понимать что это некие агрессивные силы вселяются в них и не дай бог что-нибудь не то сказать или сделать эти люди способны на все это момент такой аффекта знаете состояние да я согласна во время таких ритуалов церемонии лучше вообще держаться подальше доброе утро гаврил да но гаврил или джабраил это персонажи которые кстати хочу вам сказать одну интересную вещь сейчас начали все какой-то через ангела михаила через ангела михаила очищение дорогие друзья это ой боги мои это на настолько безграмотные люди михаил знаете кто так вообще переводе михаил означает как бог это второе имя иисуса христа в христианстве что когда-то до того как он пришел на землю его звали михаилом как бог первые сыновей бога который пришел в этот мир как человек а потом ушел имя его михаил это второе имя христа но поскольку люди очень безграмотно ну реально помощь через архангела михаила помощь они даже понятия не имеют слова михаил как переводится михаил переводится как бог словно бог переводе с еврей так вот так звали христа и до того как он пришел на эту землю он был архангелом то есть главнейшим ангелом первым сыном бога так считает христианство так что через михаила архангела михаила архангела нет когда он пришел на землю родился как христос и ушел михаила больше нет михаилом он был до рождения поэтому я не знаю кого они призывают когда михаила архангела физически уже не существует на земле просто нету его ну ладно все ой ну это бесполезно ну о чем я говорю это 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 безграмотные шавки извините ну не знаю как еще это безграмотные шушера которая два слова почитала где-то вот и сидит и ой равный богу или как как бог правильно так и есть и так звали согласно библейской сказанию так звали христа он сам был михаилом то есть он был как как бог равный богу и потом он пришел родился как христос и ушел как христос все михаила не стало михаил стал христом больше его нету нету архангела михаила уже не существует его сущности этой нет понимаете она перевоплотилась другую сущность но если уж они следуют христианству не поняла переслушай еще раз мадам так пойдемте дальше если кто проснулся с бодуна только что значит слушайте мой эфир чтобы понять о чем я говорю я я так просто к слову привела доброе утро дальше что в исламе да запрещается вообще запрещается для того чтобы вдруг ну а что еще проснуться блин а чё где мы чё мы шо такое а это чё такое а где мы а шо это такое а где а кто говорит а чего это и давай иди объясняй теперь им вот когда наши эти космические корабли бороздили просторы чего там вселенной и пойдемте дальше так вот джабраил да да олег гараж я помню я помню когда на днях один мужик с окна крикнул это с новым годом товарищи с утра он видать с того времени с того нового года еще не проснулся да вообще короче ладно почему в исламе запрещалось изображение человека и почему запрещались куклы и прочее прочее считалось что все что напоминает человека или животного дает возможность джинну селиться туда то есть это как предмет предмет посредник через которого могут они жить в вашем доме дорогие друзья но мы сейчас не будем в темные такой средневековые да средневековье с вами спускаться но просто хочу вам сказать что определенные куклы действительно которые символизируют что-либо демонические сущности и прочее прочее простым людям дома держать не очень можно и не очень рекомендуется потому что действительно в них могут вселиться некоторые силы смотря где вы находитесь об этом я уже говорила откройте посмотрите все о куклах сейчас не будем на этом зацикливаться традиция смерти Чабраил на востоке на востоке люди были готовы к смерти настолько знали что смерть может наступить любое время и нужно к нему быть готовыми что свой саван носили у себя на голове вот эта челма которую вы видите перемотанная это саван который носили на востоке люди на своей голове это его саван в котором его и хоронят потом со временем это стало уже как то больше как традиция саван начали уже изображать различными типами и назвали это тюрбан кстати тюльпан как раз оттуда и название изначально из Голландии привезли цветок необычный цветок который рос и напоминал тюрбан и турки назвали этот цветок тюрбан вот отсюда и название цветка тюльпан это тюрбан дорогие друзья чтобы вы знали да а роза в переводе означает качелье розу дегоз так назвали впервые галлы гальские племена когда увидели цветок который качался на ветру и сказали качелья гоз стехоз вот роза означает качели но если так покопаться много чего что означает сейчас мы не об этом как у меня да брат говорил про меня у тебя не голова а дом советов да 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 а у меня бабушка говорила что мы эти забиратели душ джабраилы когда хотела нас ругать говорили ночью вот просыпались начали там кричать беситься какой-то ерундой заниматься здравствуйте вагар это что у нас тигры уже ходят сюда это хорошо с тиграми тоже интересно вот и вот ночью мы просыпаемся просыпались начинали прыгать там бить друг друга смеяться и вот у меня бабушка посреди ночи вы как забиратели душ джабраилы я тогда думала что это за джабраил такой который приходит души собирать потом до меня дошло зачем меня джабраилами называли а еще нас называли маурави маурави вообще в грузинском языке сейчас я вам скажу смотрители место то есть те которые курируют эти места понимаете как вам сказать верховные князя князя смотрители князя руководители да контролирующие вот она нас маурави тут там контролируйте все весь дом где что лежит чтобы забрать но больше всего мне нравилось джабраилы да это это намного приятнее мне как-то более близкое это название так вот люди которые сотрудничали с этими силами они могли просить силу смерти джабраила кого-либо оставлять здесь кого-либо забрать но при этом заключали договор это называлось отсрочка смерти дорогие друзья это очень темные дебри магии которые ну как-нибудь вам объясню уже объясняла я думаю что слишком уж вам и не надо туда вникать потому что за тайные знания и и знаете и плата соответственная вот значит значит что такое давайте заключим с вами да джинны это определенная раса сущности которая была создана до человека и ифлин иблис был любимым сыном бога сказано так верховного бога создателя среди богов верховного так говорит книга джинов альхаз альхазрет что он говорит альхазур господи все неправильно да там не сказано что есть один бог и вот этот один бог там и больше ничего там сказано иблис был любимый сын верховного бога но там про богов много чего написано еще дальше иблис был военачальником самым красивым и носил ключи от бездны и знания обратите внимание знания и бездны когда бог создал человека и сказал поклоняйтесь ему моему созданию из глины он сказал я носитель человеческой мудрости я повелитель бездны я не буду опускаться на колени перед смертным сказал иблис обиделся на бога собрал свое войско ифлинов то есть верховных джинов и ушел и создал он свое царство дьявол носит ключи знания но иблис и дьявол разные сущности еще раз говорю теперь вопрос вот дьявол духи божества да демоны что еще у нас джинны демоны гаити демоны вуду как это все совместить они что-то общее имеют или нет дорогие друзья давайте вот так скажем вот смотрите есть вот грубо говоря я вам объясняю есть президент страны вот страна в этой стране живут национальности такие такие северные нации восточные нации западные нации так далее у каждой из них есть свои традиции обычаи свои одежды свои и так далее но кто главнее наверху кто сидит президент министры значит его армия правоохранительные органы суд и так далее вот то же самое здесь местные духи правильно духи народов духи местности духи материков где-то они сильнее где-то они слабее и прочее прочее но над ними на верху вот те самые боги диволическое древо и прочее прочее о котором я говорю чтобы вы не запутались самые основные силы я эти силы об этих силах вам рассказывала говорила то есть они вам знакомы я упомянула зульфия но дело в том что у меня есть работы и мне просто у меня не получилось эту чистку провести как только я найду себе силы я заранее скажу за 6-7 часов вы соберете что нужно и мы проведем а вообще я считаю что лучше я эти чистки отдельно покажу а потом просто скажу будем проводить с вами вместе вот эти эти чистки так будет лучше чтобы не сидите спрашивать а чтобы этот текст все у вас был на готове просто со мной повторите попробуй в один раз так сделать так тоже можно так вот я надеюсь что вы поняли меня верховные боги духи силы о которых я вам говорила они общие для всех народов для всех стран для всех сил и так далее а внизу просто силы местности понимаете дорогие друзья есть у вас вопросы по джинам задавайте и закруглимся потому что уже достаточное количество чтобы вы переварили этот материал слушаю ваши вопросы и собственно говоря выключу как раз очень удобно там пятьсот шестьсот человек или сколько или тысячи с чем-то или активных только вижу спокойно провела эфир потом конечно больше посмотрят это неважно задавайте вопросы которые вы может быть хотели задать задавайте я вот сейчас слушаю как влияют джинны на человека если человек мусульманин то они преследуют этого человека если он обычный человек то они могут влиять только через колдунов и прочее прочее чего скажите пожалуйста какой дух приходит питаться энергией от нас после проведенного ритуала я на этот вопрос отвечать не буду потому что вопрос глупый я вам только скажу откройте мой ролик и посмотрите плата за удачу добро и зло я там объясняю какую энергию мы отдаем за ритуалы так джабраил и джабрил и джабрил это одно и то же да одно и то же просто произносится по-разному гавриил и абадон это одно и то же могут джины вселиться целая семья в человека могут могут и вселяются и бывает что одного убираешь потом появляется другой самое трудное убирать женщину джина мужчина быстрее уходит чем женщина что как можно использовать джинов никак тебе никак алексей использовать нельзя у тебя нет над ними власти опять пришел не инна все-таки он пришел еще раз да обнимать и так далее пока у тебя есть потребность к мужчине он будет приходить потому что ты источаешь сексуальную энергию ты источаешь желание я восстановила твою жизнь и твою женскую суть ты стала выглядеть лучше моложе внутри тебя появилась женщина понимаешь меня или нет ты источаешь эту энергию а он эту энергию чувствует и приходит проведи чистку помещения и все и оставь включенный свет где-нибудь они не очень любят включенный свет они больше любят темноту вот из-за чего он пришел пожалуйста да 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 вот он и был ты его и видела они не опасные они не опасные они ничего такого страшного не делают на самом деле просто выпивает энергию вот это здравствуйте с кубачи вот мои любимые мастера как раз в кубачи и живут у меня очень много украшений дагестанских мастеров вообще замечательные мастера хочу вам сказать со средних веков вот это селение кубачи оно просто славится на весь кавказ и первые вот сталь дамаскскую сталь начали производить именно кубачинские мастера чтоб вы знали они сами выбирают жертву джинны вообще приходит тот момент когда человек особенно слаб энергетически слаб и жизнь я вам уже сказала если вы не мусульманской религии они вы для них не являетесь целью если вы конечно не будете копаться специально их трогать специально что-то призывать какие-то там манипуляции делать а вы вы для них не составляете интереса они мстят именно мусульманам ну вот так вот из-за того что те как бы отреклись от них и приняли новую веру джинны могут помочь нет навряд ли джинны могут помочь только тем людям которые знают как с ними заключать договор если джинн человеку поможет он миллион раз больше возьмет а зачем про христофора какого-то здесь рассказывать расскажем если где-нибудь в другом месте но не здесь джинны не плохие не хорошие джинны нейтральные это силы силы понимаете это силы у них есть свои предназначения среди джинов есть такие же добросовестные добрые как среди людей есть и злые как среди людей я не знаю кто вам это сказал но может и был джинн я не могу вам сейчас предугадать но если если скажем так эта сущность была в восточной стране то это был джинн потому что они настолько сильны что навряд ли других сущностей они пустят на восток у меня три дня паническая атака эти духи могут влиять на меня все устала я на эту тупость отвечать реально причем ваша атака и джинны причем целый час талдычу о чем вообще про чего все на всякую хрень я отвечать не буду доброе утро Айшат я вам объясню как чувствуется джинн поскольку внутри меня тоже есть сущность эта сущность распознает своего собрата можно сказать если человек вот сидит просто да и у него взгляд в одно место если человек на вас посмотрел у него глаза сверкнули резко сам не понял белок появился если человек часто забывает где что ложил если человек начинает говорить не своим языком если человек во сне начинает кричать орать то скорее всего в нем либо поселенец либо уже хочет туда войти и жить как сделать так чтобы они вас не трогали некоторые говорят соблюдайте там законы ислама и все будет хорошо но я знаю очень хороших соблюдателей законы ислама в которых джинны жили там поочередно и много лет их изгоняли дело не в этом дорогие друзья есть определенные законы вот смотрите например в Чечне когда началась война да вот эти бомбежки и прочее прочее после этого у людей началось очень много одержимости вот уже даже сейчас в это время очень часто одержимость джиннами появляется во-первых потому что их места были ну разбомбили их места и джиннам пришлось найти новые убежища новые места потом гиблые места темные леса это не очень хорошие места если вам сказано что там гиблые места люди пропадают значит слушайте людей умных потом начали запрещать колдовство дорогие друзья колдунам на востоке особое отношение никогда не верьте что там казнят колдунов там казнят людей которые неугодны их обвиняют в колдовстве если человек настоящий колдун его никто никогда не казнит его очень сильно берегут эти силы кроме того к нему все равно идут люди понимаете но единственное что может быть так Армани идите вон отсюда если вам плохо не трогайте мои ритуалы все до свидания кроме того начинается любовные джины можно насылать на человека простым людям ритуал который я дала можно есть джины которых призывали для торговли для любовных дел обычные люди они приходили помогали есть джины которые выше категории их трогать нельзя я уже вам сказала как защищаться слушать умеете нет что еще хотела сказать сбили меня все все ушло улетела ладно пойдемте дальше никак не влияет на детей не хорошо и не плохо называйте как хотите так все будет хорошо чем дальше тем лучше так к ней джин почти каждую ночь приходил посоветовал ей поставить включенный свет помогло да они не любят включенный свет нужно где-нибудь включенный свет вот скажите вот вот этот абсурдный тупой вопрос для чего задан у меня в роду грузинская кровь мне может вселиться джин какое имеет отношение грузины к джинам можете мне сказать я хочу понять хотите сказать что к мусульманам никакого грузины христиане ну вот хотя бы исследуйте вот прежде чем вот эту ерунду писать реально хотя бы поинтересуйтесь кто такие грузины почему должна в грузинской кровь вселяться джин объясните я не могу понять почему ребенок боится темноты потому что он ребенок потому что он видит то что вам нельзя видеть то что вам запрещено нет не казнят людей силы наоборот там если какая-нибудь там жена шейха узнает что есть сильный колдун она возьмет под свое покровительство и все время будет пользоваться его работами на самом деле понимаете основное количество колдунов для того чтобы и убереть себя от фанатиков говорят что они лечат кораном дорогие друзья они так для красоты берет к берут коран и начинает говорить мол вот мы и там лечим от джинов и так далее а на самом деле вот приходит человек да вот ему нужно это и то да про чечню мы не закончили дорогие друзья если в чечне так будут продолжать преследовать людей силой унижать издеваться и при всех это показывать принижая их достоинства то чечню ничего хорошего не ожидает ближайшее время знаете это в любой стране где унижали издевались высмеивали убивали людей колдующих в их стране ничего хорошего не происходило эти силы мстят не надо трогать таких людей они никому не мешают самое омерзительное что к таким женщинам ходят сучки которые просят у них помощи а после того как они им помогли они идут и докладывают мол вот она занимается магией понимаете чечня входит в российскую федерацию она не должна жить по каким-то отдельным законам она должна жить по законам российской федерации а я там смотрю что то свои законы там люди начали это нехорошо закончится учтите не не трогайте людей силы эта сила должна куда-то идти эта сила должна работать эта сила должна понимаете эта сила должна работать если вы трогаете эту силу представители этой силы унижайте принижайте это может обернуться еще одним бедствием на вашу голову я просто вас предупреждаю остальное как хотите так и делайте омерзительно очень и неприятно когда унижает людей взрослых людей при всех там выставляли их сыновья неправильной вещей но выставлять людей позорить людей унижать людей которые скажем так подождите максим не загружать меня ерундой тихо будет нельзя этого делать Учтите, в любой стране, где преследуют колдунов, начинают преследовать, эта сила начинает жутко мстить. Эти люди занимаются своим делом. Не хотите, не ходите к ним. Зачем их принижать? Почему кто-то должен жить так, как вам хочется? Может, я не хочу так жить. Почему я должна молиться вашим богам, если у меня есть свои боги? Не хочу я, понимаете? Не надо меня принуждать к этому. Напоминайте просто вот это средневековье христианского мира, когда людей жгли из-за колдовства, и в итоге пришли к жуткой темноте, потому что колдуны и ведьмы носители очень древних знаний. Уничтожая их, унижая, принижая их и преследуя их, вы в итоге придете к очень страшному знаменателю. Просто я сказала, я предупредила, этого делать нельзя. Мы не в Арабских Эмиратах, это Российская Федерация. Нельзя ни одной республике, ни одной стране дать такую волю, чтобы они жили так, как они хотят. Понимаете? Если это продолжится, это опять обернется еще одной войной. Вот запомните просто мои слова. А остальное дело тех людей, которые хотят. Сейчас их не затрагивают, не хотят трогать вообще. Мол, пусть живут как хотят, там все, еле-еле конфликт заладили, все такое. Я, конечно, очень извиняюсь, но вот эти города построенные, красивые все, и они напоминают мне проституток, которых украсили, одели, а внутри гниение, грязь. Понимаете? Внутри боль, внутри преследование, внутри страх. Так нельзя делать. Люди там живут, ничего себе, имеют право, хотят, занимаются магией, им дано это. Понимаете? Что им делать теперь? Бросить их дома и убежать оттуда? Преследованием их, их родственникам, запугиванием. Вон, недавно кадры же показали по всему миру. Это издевательство шокером на женщину, там трогать женщину, запугивать шокером. Вы что? Что это такое, в конце концов? Что это за бандитизм? Опять и снова 90-е годы. Это приведет к плохому. Если со временем Москва не отреагирует на это все, вот это хулиганство местных властей, ну просто знайте, что это опять приведет к одним из гражданских волнений. Ничего хорошего это не будет. Особенно затрагивать колдунов. Это самое последнее дело. Что вы хотите от этих женщин? Эти женщины занимаются тем, что помогают людям. Влечивают, понимаете? Убирают вот это вот одиночество, чтобы сложилась жизнь. Убирают грязь, убирают всякое-всякое. Вы что хотите? Заставить, чтобы люди жили, как вы хотите? Этого не будет. Но затрагивание сил, еще раз говорю, как только вы затрагиваете ведьм и колдунов, просто знайте, что в скором времени начнется еще кое-что нехорошее. Послушайте, чистка яйцом, когда я давала эту чистку яйцом, я там объяснила, что может проявляться и почему. И для чего вы сейчас мне сюда пишите этот вопрос? Там уже было объяснено, что так и должно быть. Причем здесь проявилось и прекрасно. Там же сказано, что проявится что-то нехорошее. Там же русским языком было сказано, что вы тут сейчас пишете мне? Что я должна сейчас говорить? Ой, да, проявилось и так далее. Я же тогда объяснила. Проявится жижа, гадость какая-нибудь, при чистке. Это нормально. В чем проблема? Проявилось, значит вышло то, что на вас было. Да, я считаю, что любую религию, философию, любое знание, направление нужно очень подробно рассматривать и со всех сторон, и со всем уважением. Это правильно. Так должно быть, чтобы люди поняли, что это, откуда это пришло, чему они сами верят в конце концов. Понимаете? Они просто слепо верили. Так что, дорогие друзья, джинны, шайтаны, покорители их, те, которые могут их подчинить своей воле, они существуют, эти люди. Но это должно быть дано. Это должно быть дано, особенно из поколения в поколение, потому что те люди, которые влезут в магию и будут затрагивать определенные сферы магии, не имея на это никакого разрешения, особенно магию джинов, это для них может быть чревато очень страшными последствиями. Поэтому это имейте в виду, учтите и не забывайте, что не каждому это дано. На это должно быть разрешение, еще называется, знаете, разрешение крови, то есть по крови вам должно быть передано. Это дозволение трогать данные силы, чтобы потом за это очень жестоко и страшно не ответить. Все на этом. Я считаю, что эта тема исчерпана, но те, которые прослушают, естественно, сделают для себя выводы и много нового узнают, о чем, может, до этого не слышали. Всем удачи и всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok